Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Иоанн Тераутс, и это разбор трудных мест Священного Писания для библейского портала «Икзегет». Поступил следующий запрос на комментарий к месту из соборного послания апостола Иуды, 5 и 6 стих. Напомню, что это послание содержит всего одну главу, поэтому мы называем с вами только стихи. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Итак, а что же нас сбивает с истинного пути? Здесь апостол Иуда приводит очень важные тезисы. Первое. Народ израильский — это избранный народ Божий. Но среди и этого народа израильского неверовавшие в пустыню погибли. Они не вошли в землю обетованную. Они вышли из земли египетской и в некоторых случаях погибали даже несобственной смертью. Здесь стоит вспомнить несколько таких событий, людей, которые роптали на Моисея. Например, восстание Дафана, Корея и Аверона, которых поглотила земля. Поклонение золотому тельцу, когда те люди, которые соблазнились этим поклонением, многие были убиты. Так вот, неверовавшие Господу погибли. Но это люди. Мы с вами действительно изменчивы, мы с вами действительно падки на грех. Но даже ангелы, которых сотворил Господь, и те, которые отступили от Него, находятся в аду. Мы с вами понимаем, что бесы — это ангелы, которые спали с неба. Также мы с вами можем привести множество примеров из потеряков, а также множество примеров из святоотеческой литературы, когда человек, живущий крайне праведной жизнью, постящийся, молящийся, ведущий аскетический образ жизни, мог упасть и больше не вставать. Иуда, Искариотский, один из двенадцати апостолов, который ходил вместе с Иисусом Христом, воскрешал мертвых, исцелял больных, исцелял бесноватых, который был неким таким казначеем в обществе апостолов, в то же время оказался предателем. И Господь сказал, что лучше бы ему было не родиться. Им будет предан Сын Человеческий. Из этого всего следует, что наше с вами положение, даже в духовном плане, в приближении к Богу, не всегда величина постоянная. И мы должны очень трезво относиться к своей духовной жизни, видя какие-то неблагоприятные и греховные направленности в нашей жизни духовной, стараться скорее их исправлять, пока они не превратились в привычку. Более того, остерегаться такой страшной заразы, как гордыня, такой страшной заразы, как тщеславие. Именно она приводит нас с вами к большому падению. Ангелов привела к большому падению гордыня. Израильтян, вышедших из Египта, привела к падению, в том числе, гордыня. Иуду приводит к предательству Иисуса Христа именно гордыня. Это не лежит на поверхности, но при ближайшем рассмотрении, думаю, будет все достаточно ясно. Помните, когда на Тайной вечере Господь говорит Иоанну в ответ на его вопрос, кто же предаст тебя, сказал, что омочивши со мной руку в солила, тот предаст меня. А кто же за столом, за пасхальным столом, за пасхальным седором будет омакивать пищу в соль, столкнувшись с учителем? Тот, кто считает этого учителя равным себе. Тот, кто присвоил божественные дары своему достоинству. Тот, кто, в отличие от апостола Павла, проявляющего смирение в своих речах и в своих посланиях, считающего, что все, что он имеет, это милость Божия, это его благодать, считает, что это его личная заслуга, его личное имущество, право воскрешать, исцелять, проповедовать и так далее. И вот тогда, когда человек присваивает дар Божий собственным силам, когда человек хочет приравняться к Богу, хочет сказать, а чем он лучше, чем я, вот в таком случае происходит предательство, падение и сворачивание с истинного пути. Очень часто, которое приводит к абсолютному неверию, к очень сильному возношению, гордыне. А как мы с вами знаем, чем выше ты поднимаешься, тем больнее тебе падать потом. Смирение, по мнению многих святых отцов, является той добродетелью, которая не позволяет нам с вами упасть, потому что наше самомнение, оно уже вот там находится внизу. Мы не думаем о себе высоко, мы благодарим Бога. Соответственно, мы становимся благодарными, любвеобильными, уважительными друг к другу. И тем самым нам становится более безопасно ходить путями духовной жизни. Храни вас и Господь, и Матерь Божья.